МИЛИЦЕЙСКОГО БРАДСТВЕННИЕ ГЕНЕРАЛ АРМИЧЕЧЕЛАКОВА МИЛИЦЕЙСКОГО БРАДСТВЕННИЕ ГЕНЕРАЛ АРМИЧЕЛАКОВА МИЛИЦЕЙСКОГО БРАДСТВЕННИЕ ГЕНЕРАЛ АРМИЧЕЛАКОВА МИЛИЦЕЙСКОГО БРАДСТВЕННИЕ ГЕНЕРАЛ АРМИЧЕЛАКОВА Европейские государства, ЛГС Папа Валерийский. Поэтому здесь надо понимать, что мы далеко от этого не ушли. Эта программа продолжает выполняться на истребление, полного истребления населения РСФСР, СССР и в том числе и остальных республик Украины, в том числе и Белоруссии. Дойдет и до вашей очереди, не переживайте. Поэтому мы начнем с того, что первый вопрос у нас был по Ирану. Я еще раз говорил, мне спрашивают. Иранцев, я считаю, предал, мы считаем, наша аналитическая группа, предали этот президент Азербайджана, этот казнократ и в то время еще Гейдар Алиев закрывал, как он там проигрывал в казино по 300 миллионов, это наши достоверные данные. Сегодня мы видим, как у нас здесь командует азербайджанская диаспора, строя и эксплуатируя всю Россию, как хочет. Так, при всем при том, что они являются чуть ли не на стороне врагов сегодня, ведущих войну. Почему? Потому что вот он пригласил этого иранского президента поговорить. Поговорить за это время они выяснили, вместе с израильскими разведчиками, которые были вокруг этого Ильхома, значит, на каком вертолете летит, понимаешь, этот президент из трех вертолетов. И передали американцам, что вот на таком именно вертолете все три вертолета успешно взлетели, а упал только один по отключению электричества. Там обязательно вскроют ящики и увидят, что летчики сказали, у нас отключилось все электричество. Потому что все эти вертолеты были сделаны в Америке, и чип, который стоял в этих вертолетах, он как раз сработал по команде одному из трех вертолетов, который указал вот это вот после переговоров. Они видели, в какой вертолет сел президент. И даже платочки махали, уже слезы вытирали, что он упадет. Это первое. Второе, значит, мы хотим вам все-таки сказать про шестерок-шестерок. Это, значит, кто наш враг и кто нас и наших детей убивает. Так, этот вопрос. Ну и четвертый вопрос. Какие, какая цель управлять КВРФ и наши цели, и наши задачи, и наши цели по нашим действиям. Это уже ваше право в рамках закона, праве выбирать согласно документам ООН, если вы чувствуете, что у вас уже... Вы выбираете право восстания. Он везде разрешен, когда вы чувствуете, что совсем вам плохо. А вам уже совсем плохо. Дальше Московской области и вплоть до Урала там уже идут другие события, которые страшные события. Кто-то переходит на советский образ жизни, кто-то начинает закапывать всех вредителей, кто-то начинает... Об этом у нас, конечно, стараются молчать средства массовой информации, но мы об этом уже знаем. И как расправляются с честными офицерами и в полиции, и в Министерстве обороны, и в МЧС, и так далее. Сегодня вы знаете погрязшие, значит, в этих воровствах свихнувшиеся граждане Израиля с большими погонами, с большими лампасами, пришедшие на смену в управляйку, их 50 тысяч на сегодня, которые правят в России, представители Израиля, подготовленные, русскоговорящие прекрасно. И мы сегодня с вами начнем вот эти вот вопросы тоже понимать. Вы вот все должны понять, нас, значит, закапывают втихаря под каток, под асфальтный. Имейте в виду, не стройте иллюзий. Вместе с нами, детьми, внуками, вместе с нашими заслугами перед этим Отечеством и Родиной, им нужна территория, а не население. Много, много, а то народное у нас индейско-папуасское население здесь, которое уже не восполняется, успешно уничтожается. Не для того птенцы Израиля, значит, Натана и Яху, понимаешь, зачищают эту территорию, убаюкивая население перед, значит, нашими сакральными делами. Вы уже видите все эти действия врагов и народа, нашего, да и мирового населения всего. Все они проплачены, все они проплачены, конечно же, получают деньги, как будто мифические гарантии, которых им все равно не видать, как своих ушей, как и не укусить локти и как своего хвоста. Так, бездетные и развальцованные, и развращенные, да нельзя. Вы же все видите, кто у нас руководит. Бездетные женщины, которые что-то там лечат, кого-то чего-то воспитывают, которые сами не рожали никогда. Даже если у них есть там сыновья, надо посмотреть. Значит, они все это усыновленные детки для развлечения были, для развращения. Поэтому публика, вот эта наша, значит, я бы сказал так, минуэтно-миньетная, продолжает этот марлезонский балет. Петрушки, Бубенчиковы, Пьеро и Мальвины, значит, продавшие свои души под наркотики, мифические богатства, как я уже говорил. И этот план, видимо, Барбароса Буратины, которые исполняют наши от мирового правительства, от этих всяких шляп черных и белых. Я еще раз подчеркну, чтобы вы знали, чтобы задавали вопросы многие. Кто такие черные шляпы? Это черные шляпы, как раз шниерсоны. Хаббат-Любавические шниерсоны, значит, которые правят. Ну, белые шляпы, это якобы более гуманные миллиардеры, которые хотят, значит, продлить себе жизнь путем того, чтобы совсем народ не взбунтовался и не уничтожил их. Для видимости, усыновившие, я уже говорил, вот этих детей, якобы их дети, да ни у кого там их нет своих детей. Никогда пидоры-лесбиянки, и все понимают, что это садам-мазохистская братья, которая кричит и собралась в партию и здесь уничтожает нас. Поэтому мы догадались, о чем идет речь. Значит, нас зовет выполнять их цели. Эти цели недалекие, эти цели, вы видите, втихаря они нам имитируют такую якобы свободную жизнь, а на самом деле, вы посмотрите, как относятся к нам. Так они не, значит, не слышат ни наших голосов, ни наших просьб, наших заявок и наших требований о том, что... И относятся как к нам, как глухие, незрячие, я бы сказал, бездушные. Души у них нету, поэтому они никак не могут переживать. И мы же видим, как это отравляется вода, хотя владелицы влады транснациональной корпорацией, там Нидерландов, этого, значит, Голландии и так далее. Еда у нас тоже самая отравливая, поэтому по еде будьте внимательны и поменьше ешьте, значит, с этих магнитов, перекресток, этих пятерочек, этих азбук всяких, викторий. Переходите на натуральную еду, пусть она простая, картошка, сало, вода, которую мы вынуждены с вами очищать, так, фильтровать, потому что все стараются отравлять, как я уже говорил, вон там на Рублевко-Архангельском водохранилище, которое для нас делает воду, они там уже, значит, подписали план застройки, по застройке жильем, жильцами, видимо, очередная партия израильтян и, так сказать, иудейцев, индейцев, приезжает к нам, значит, с Америки, с Израиля и в экологическое чистое место. Там они будут срать, сать, понимаешь, выбрасывать всю химию, которую делают в Индии, в проточные, в сточные воды, а мы с вами будем ее топить, воду, которая идет на Москву. Это серьезный вопрос, я вам серьезно говорю, это серьезные планы, которые уже воплощаются. И никто там не возбухнул, наши экологи молчат. Видимо, получили очередную партию, значит, денег и наркотиков. Поэтому земля у нас отравляется всякими пестицидами, хотя мы прекрасно понимаем, что наши навозы от наших животных самый полезный пестицид. А тот, который сейчас выжигает на метр, на полтора землю, который становится мертвой, выжимает все живое там энергетическое, ведь все же по принципу энергетики построена. Любая травка, любой хлорофилл, любой, все же это построено на этом принципе. И не может этого быть. Вы посмотрите вот эти вот, эти все ролики, которые я прицеплю, еще пару роликов, значит, посмотрите и взвесьте о том, что поэтому, что гибридная война продолжается, и идет тотальное уничтожение, и обман это идет прежде всего через СМИ. Полмиллиона ребят там положили на этом СВО, а то у нас все вперед-вперед, ничего там вперед пока не идет. Идет это 20 метров, 50 метров. Все ждут, когда ребята оттуда снимутся и с оружием придут наводить порядок. Ну, видимо, это недалеко уже скоро. Поэтому продолжают они строить свое новое государство, он сейчас объявили госавтоинспекцию, понимаешь, государственные автомобильные инспекции, все мечтают перейти на государство, на государство. Лишь бы какое государство. А нам нужно такое государство, как говорил Владимир Владимирович Путин. А нам нужна такой мир без России. И нам нужно ли такое государство, которое уничтожает нас? Вы спросите народа, спросите стариков и бабушек, которых вы сегодня убиваете. Ведь старики – это наш основной фундамент жизни. Это история. А сегодня их убивают. Убивают историю. Вы сегодня посмотрите, библиотеки отцифрованы. Отцифрованы так, что натуральные книжки уже сожжены. Сотни тонн сожжено, сотни миллионов тонн книг по всей стране. Я не говорю только по Москве, где уже сжигается пять лет. И все переходит в цифровую. Да, вы можете заказать любую книжку. Но это моментально пропадет по команде. Вот так вот пальцем. Раз, щелкнули, секунда, и все сгорело. Потому что это все цифровое. Как и деньги цифровые. Раз, электричества нету, и все. И чем вы будете расплачиваться? Натурой. Поэтому, смотрите, бартер, конечно, будет чем-то спасать, естественно. Но это не совсем так. Поэтому экология заболела тяжело. И успешно идет к клинической смерти. Дети уже не рождаются у нас. Вы сами понимаете, они не дают рождаться. Да и молодежь сегодня уже такая, что она не хочет рождать. Успешно идем к Содому и Гаморе. Поэтому то, что мы сами не уничтожим, уничтожит наш великий космический разум. Космос. От которого нас прячут. Не дают развиваться. Не дают взаимодействовать с другими, понимаешь, там, инопланетными существами, которые приходят договариваться. Но у нас в правительстве-то кто там сидит? Те, которые сразу это таинственно секретят и таинственно не говорят, но используют их технологии для порабощения вот этого нашего оставшегося населения, так называемого, тем более советского, которое самое грамотное. Грамотность уменьшается, убирается. Поэтому, ведь сегодня вот посмотрите, как втихаря вот тот же вы говорите, там, наш премьер, наш премьер, Мишустин, да прочее. Ведь президент наверняка не знает. Надо довести президента. Наверняка не знает, чем творит Мишустин. Он троит свои эти все, значит, регионы, консульские округа, консульские города и так далее. Он уже сам консулом от Папы Римского, коронованный, так? Поэтому там отдельно идет бюджетирование их, бюджет и так далее. Но это же бюджет-то страны, наш. Бюджет страны это наш с вами. Вы же представители, не представители, а вы, вы власть. Это они должны быть как бы представители и слуги народа. А получается, что они сделали так, что мы вынуждены выполнять все их услуги. И ходить через, значит, этот, значит, через наши все эти рамки магнитные, которые убивают нас в магазинах, в больницах, в школах, в торговых центрах и так далее. Наших детей. Все это, значит, их кастрированный кадастр, который вновь сегодня вот разбил на консульские округа. Мы все думаем, что это районы, города, области. Об этом губернаторы прекрасно знают. Они подписывают документ на то, чтобы секвестировать. Там все, все живое, секвестировать. Поэтому любыми путями, так же как война за деньги, так и здесь убивают животных за деньги. Поэтому надо понимать, что Тимур и его команда, это одна Гайдаровская. Тимур Иванов и его команда, это другая команда. Команда, это все фронты. И команда, мы считаем, премьера тоже ведет вот такой много-много ликий, значит, делает кривое зеркало из нашей жизни. И обманывая, и превращая. Посмотрите, во что интернет превратили. Куда не ткнись? Хочешь деньги, хочешь деньги, хочешь деньги. Все уже подводит к тому, что и молодежь, а ради денег готова на все убить родителей, убить близких, убить родину и убить на все. Поэтому забывая о том, что все это уже мы теоретически списаны. Как говорили, вы знаете, это великие там Тейчеры, великие всякие, значит, эти, значит, это толстое печенье раздавало Оланды и всякие эти самые, понимаешь, ужасные. Я даже этих жаб вспоминать не хочу. Потому что на них посмотришь и на наших женщин смотреть уже тяжело дня три. Страну превращают в страну чудес. По специальной внутренней операции, я вам говорил уже, Буратино-Барбароса. Поэтому все это убийство человека, природы делается делами и поступками этими элитами шестерок, я говорил, шестерки-шестерок. Знаете, это Израиль, США, Англия, Европа и Папа Римский. Поэтому пора с этим кончать, наверное, раз и навсегда. Потому что желающих воровать и воевать в СВО становится все меньше. Поэтому хочется сказать, ребята, хотите изменить мир, значит, пора от слов переходить к делам. Создавайте какие-то общины, создавайте какие-то конгломерации, какие-то общества, союзы, которые вам позволят выражать общественное мнение согласно вашей специальности, вашего знания по определенным законам. Вот мы милиция. Мы можем только сказать, ребята, вот вступайте к нам, получайте статус доверенного лица, доверенность, получайте наше удостоверение и образовывайте милицейские подразделения, потому что сегодня полиция, вы знаете, чьи они помощники. У них нету стопор. Значит, и главный полицай просил, понимаешь, дайте денег, дайте денег, хоть соберем тех, кто за деньги будет убивать, избивать и так далее. Поэтому у них сегодня половина не комплект. И надо, чтобы эти деньги, которые идут фактически на милицию, вы знаете, милиция от сельсовета до столицы нашей Родины, везде в уставах прописана охрана общественного порядка осуществляет. И никто, понимаешь, кроме нас не заявил, а где же вы тогда, причем здесь полиция? Поэтому задавайте вопросы, именно напишите все на генерального прокурора. Пишите, значит, именно сюда, генеральному прокурору, значит, уполномоченному по правам человека. Пишите в Верховные суды, Конституционные, точнее, суды о правомочности, полномочии тех, кто сегодня осуществляет геноцид. Поэтому всего вам доброго, всего вам хорошего. Наши телефоны, адреса и помощь нам, пожалуйста. Никому эти денежки сегодня не останутся, имейте в виду. Сегодня они до того дошли, что во всех поездах уже есть такие вагоны прицепленные, двухместные, да, с полным, с полным, значит, 100 тысяч стоит, да, вот до тех же, Туапсе, Сочи и так далее, начали ездить. Значит, 100 тысяч билет стоит в одну сторону, 100 тысяч в другую сторону. Они дойдут до абсурда, потому что денег у них много, но они будут тратить эти деньги вот так вот каждый год по 300 миллиардов, 200 миллиардов, как у нас в Москве. Асфальт меняют на кирпичи, на булыжник, на все прочее. Каждую весну меняют, меняют, меняют. Уже собаки удивляются, кошки удивляются, животные удивляются. Она приземляется, и каждую весну у нас по 200-300 миллиардов тратится только на дороге. Строительство их, главное, подпитка личного кармана. Вы посмотрите, люди, приезжающие в Москву с калошами, как у нас тут, понимаешь, есть такие строители, которые 2-3 года голые пришли, у них уже дома, квартиры и за рубежом дачи. А рабочим и строителям не выплачивается ничего. И вот они, бедные, вынуждены судиться, показывать КСК, договора. А суд у нас хитрый. Как он будет против своих? Только, только корпоративное братство их, жуликов, воров, вот этот общак. Поэтому, всего вам доброго, всего вам хорошего. Вот этой мелодией мы заканчиваем свое выступление. Ваши ответы и вопросы. Ничего личного, только ответы на вопросы, чтобы вы довели до президента. Все, только победа. Всего хорошего. На днях вице-премьер правительства Российской Федерации госпожа Голикова дала рекомендации по идеальному возрасту для рождения детей. Я только не понимаю одного. Как может человек, который никогда не рожала детей, который не имеет детей и не имеет представления, что такое ребенок в семье, давать какие-то рекомендации? Она уже сделала свое дело. Она лишила наших внуков бабушек, продлив им пенсионный возраст. А ведь бабушка это не указатель старости. А бабушка это душа, это любовь, это забота о наших внуках, это помощь нашим детям. Вот что такое бабушка. Мы пришли подать заявление об экстремизме, об экстремистской деятельности их собственного работника, они почему-то это не фиксируют. У вас никогда не был прием, потому что к вам люди не приходили. Мы первые вообще, кто додумался со всей страны, прийти в центр и принести заявление. Журналиста пустить можно и дать ему интервью о том, как ты жил. А граждан с сообщением о преступлении пустить нельзя. Притом, смотрите, значит, к нам они приходят с автоматчиками, с ОМОНом, в маске. 20 человек на каждую женщину, каждую квартиру пришли, тарабанили, дверь снесли, сломали, всех соседей перепугали, испортили область. 20 человек на бабу. Можно прийти? А когда баба к ним пришла, это они в кабинетах заперлись, испугались и не вышли даже. В чем такой страх? Я поражаюсь вообще, что это, понимаете, мужчины, полиция, органы МВД боятся просто разговаривать.